И для этого трюка вам понадобится напечатанное изображение черной дыры. Я хочу показать вам, как сделать черную дыру только в реальной жизни. Всем привет, друзья! И если вы хоть немного увлекаетесь астрономией, то вы наверняка слышали, что 10 апреля 2019 года ученые первые впервые за всю историю показали первое реальное изображение черной дыры. Но если вы все же его по каким-то причинам не видели, то вот как она выглядит. 10 апреля я тоже выложил пост об этом событии, вы очень бурно на все это отреагировали, и я решил снять выпуск о том, как добавить черные дыры в свои видео. Вы спросите, почему фотография этой черной дыры такая вся разблюренная и в расфокусе? Понятия не имею, но я думаю, простительно, учитывая, что она находится аж в 26 тысячах световых лет от нас. Но наша черная дыра, которую мы сейчас будем делать, она будет в фокусе. Почему? Потому что у нас есть After Effects. Итак, чтобы создать черную дыру в After Effects, создайте новую композицию. Назовем ее Черная дыра. Full HD, 25 кадров в секунду, длительность будет 10 секунд, жмем ОК. И первое, что нам нужно, это создать фон, то есть какой-то темный фон, как будто мы в космосе и какие-то звездочки летают. Создайте новый сплошной слой, сделайте его черным. И еще один сплошной слой, только в этот раз он будет белым. И накинем на него плагин, который называется CC Ball Action. Это будут наши звезды. И сделаем мы эти звезды в два слоя. Первый слой будет, это дальние звезды, которые маленькие и их много. Второй слой, это более крупные звезды, которые как будто бы ближе к нам. И сразу же говорю, что это не будет супер реалистично, чтобы сейчас сэкономить время, просто чтобы вы поняли эту идею. Верхнее значение поставим на 84, это значение на 15 и последнее значение на 5. Потом сделаем дубликат этого слоя через Ctrl D. Здесь верхнее значение поставим на 478, например, а эти два на 30 и на 10, то есть в два раза больше. И также добавим легкую анимацию, чтобы эти звезды как будто бы немного двигались. Для этого поставьте keyframe здесь, передвиньтесь в самый конец и увеличьте это значение совсем на чуть-чуть, чтобы они буквально немного двигались. И потом сделайте то же самое со вторым слоем. И чтобы добавить разнообразие, создайте новую сплошную заливку, но в этот раз сделайте ее фиолетовой. И мы нарисуем какую-то абсолютно рандомную форму на экране, просто чтобы сделать какое-то разнообразие. Потом нажмите F на клавиатуре и увеличьте размытие очень сильно, чтобы добавить такую небольшую глубину в кадр. Выделите все эти слои, нажмите правой кнопкой мыши, pre-compose, назовите это фон и нажмите ok. То есть теперь все эти слои мы перекинули на отдельную композицию и весь фон на одном слое. Далее мы создадим новую форму, выберите этот инструмент и создайте идеальный круг. Это будет наша черная дыра, то есть горизонт событий. И если вы посмотрите на визуализации, которые уже созданы были до этого, в том же фильме Interstellar, черная дыра искажает вокруг себя пространство, и мы сделаем имитацию как раз-таки этого искажения. И чтобы это сделать, выделите этот слой и в окне эффектов напишите CC Flow Motion. И перетащите этот плагин на фон. Этот плагин создает две точки на кадре. Чтобы сделать эффект, который нам нужен, нужно увести это значение только в минус. Сделаем совсем немного, где-нибудь на минус 30, например. Перетащите эту точку куда-нибудь вот сюда в кадр. И для начала нам нужно анимировать это дело. Чтобы это сделать, поставьте keyframe вот здесь, перетащите ползунок в самый конец и передвиньте эту точку куда-нибудь в другое место в кадре. Выделите этот параметр, нажмите Ctrl-C, потом нажмите P у этого слоя и нажмите Ctrl-V. И мы получим вот такой эффект. Ну, согласитесь, это, конечно, все прикольно, но сложно найти этому какое-то практичное применение в своих видео. Поэтому я хочу показать вам, как сделать черную дыру только в реальной жизни. И для этого трюка вам понадобится напечатанное изображение черной дыры. И еще один точно такой же лист, только с хромакеем сбоку, примерно вот так и с дыркой по центру. И также нам понадобится раскладной хромакей. Опять. То есть, идея в том, чтобы обмануть зрителя, он должен подумать, что вы просовываете руку вот в этот лист. Чтобы это сделать, для начала покажите как-нибудь крупняком вот этот настоящий лист с черным кругом. А уже в следующем кадре со штатива поменяйте его на вот этот лист. То есть, сначала вам нужно снять себя на зеленом фоне, как вы просовываете вот так вот руку. И после чего вам нужно убрать этот хромакей с фона и снять просто подложку. То есть, чисто фон. Итак, для начала перекиньте ваш первый кадр с хромакеем, поставьте его верхним слоем. И нижним слоем поставьте ваш фон, то есть тот кадр, который вы сняли подложкой. Теперь обведите маской, чтобы оставался только человек в кадре. И затем устраните зеленый фон с помощью того плагина, который вы постоянно используете. Я сделаю это с помощью плагина Primate от RedGiant. Затем создайте новый сплошной слой, это будет наша черная дыра. Поставьте его между этими слоями и сделайте маску вот здесь, ровно под лист. Затем вам нужно анимировать эту маску покадрово, чтобы она была ровно за этим листом. И последнее, что нам нужно сделать, это добавить еще одну черную маску, только поверх всех слоев. То есть создайте еще один сплошной слой, точно так же черный, и обведите руку вот так, нажмите F на клавиатуре и размойте эти границы. То есть идея в том, чтобы просто скрыть эту резкую линию. И, конечно же, вам точно так же придется анимировать покадрово эту маску. И в итоге мы получим вот это. Ну а если вам нужно сделать эффект с проникновением руки через дверь, как это сделали в короткометражном фильме The Black Hole, то сначала снимите себя на хромакее, как мы сделали до этого, а затем приклейте себя поверх двери, которая вам нужна. Ну а в отдельных случаях можно сделать и настоящую дырку в двери или в сейфе, как это сделали в короткометражном фильме The Black Hole. А если вам понравились эти два эффекта, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и пишите вообще в комментариях, что думаете о черных дырах в целом. И увидимся в следующем выпуске. До скорого!